Сибирская масленица быть. Традиционный праздник, который ежегодно собирает огромное количество гостей в селе Новотырышкино, состоится, но будут определенные ограничения. Отразятся ли они на настроении гостей и какие новые форматы проведения масленицы придумали организаторы? Об этом поговорим в студии с Алексеем Копейкиным. Алексей, рады видеть вас в студии. Здравствуй. Добрый день. Спасибо за такую встречу гостеприимную. Я начну. Мой первый вопрос. Давай напомним вообще история появления именно сибирской масленицы. Как это было? Кто был идейным вдохновителем? Почему именно вот эта территория, а не какая-то другая? Мы даже сами тут немного запутались в истории, потому что масленица, она такой традиционный праздник, обрядовый праздник. И он всегда праздновался. Вот у селена Новотырышкина, да, почему мы на этом месте, так скажем, базируемся. Потому что там жил и сейчас периодически проживает это идейный вдохновитель Сергей Витальевич Меркулов, председатель оргкомитета 2021 года. И вот идею праздновать, так скажем, более широко подхватил Александр Александрович Бенгард. Это тоже значимая фигура в Белокурихе. И, так скажем, на ровном месте, в поле традиционно проводили конно-спортивные соревнования. Все очень любят коней. И вообще масли... То есть начиналось именно вот с этого. Да, и именно начиналось с Новотырышкинского ипподрома. Потом, в 2008 году уже начали переходить на Сибирское подворье, построили ипподром Алтай. И там уже начали проводить вот те скачки, которые мы сейчас уже привыкли видеть. Но вот изначально в селе Новотырышкино небольшой ипподром. Там проходило, ну, такая сельское гуляние. Выкатывали лошадей, жгли чучело. Все по традиции. Но вот где именно, так скажем, эта веха, с которой обычная масленица превращается в сибирскую масленицу, мы пока... То есть, видимо, она постепенно обрастала все новыми и новыми событиями. Людей становилось гостей все больше, и не только с нашего края. Да, то есть начиналось все с 300 человек. Это именно жители села, потом соседние жители. И как бы вот этот снежный ком раскручивался, раскручивался, и постепенно увеличились и концертные программы, и привлекать начали и творческие коллективы. Вот. Мы для себя ведем, да, что в этом году это 14-е масленица. В следующем году у нас будет юбилей, уже 15 лет. Сразу хочу сказать, что настрой положительный, несмотря на все ограничительные меры. Мы этот год решили не пропускать ни в коем случае, потому что, ну, это как спортсмен, да. Ну, перестал тренироваться все. Слушай, тем не менее, наверняка были какие-то опасения, что фестивали, масленица может не состояться. Ведь даже если мы заговорили о спортсменах, кучу мероприятий отменили, стартов именно спортивных. Ну, действительно, как бы внутренние сложности у нас появились с этой пандемией. Потому что, ну, по идее, масленицу мы готовили с 1 сентября. Ну, плотно, что называется. Но были сомнения? Были сомнения, конечно. То есть мы до конца не понимали. Мы писали письмо в Роспотребнадзор, и вот нам только в начале февраля пришли рекомендации. Вот мы почему-то долго так ждали. То есть мы советовались и с властью, и с Роспотребнадзором. И вот, в конце концов, нам дали, так скажем, рекомендации, что проводить можно, но с некоторыми ограничениями. И вот с вашего разрешения. Алексей, давайте действительно об ограничениях поговорим. Вот мы видим, это масленица прошлого года. Прошлого, да. Ну, непосредственный контакт, мало того, что и артистов, и, в общем-то, гости не на безопасном расстоянии. Как будете соблюдать все требования? Также опираясь на рекомендации Роспотребнадзора. Это, конечно же, масочный режим, это социальная дистанция. Как вы будете ее соблюдать? То есть волонтеры будут ходить между людьми? Ну, мы будем просить, да, и вот сейчас я всех прошу очень, потому что мы все равно ждем там порядка пяти, семи, то может быть и десяти тысяч людей. Это нормальная традиционная цифра? Нет, традиционная цифра у нас больше 30 тысяч людей. В 2019 году у нас был пик 37 тысяч людей. Это гости Швеции, Италии, Франции, Германии, ну, ближние зарубежья. То есть это вся Россия. То есть я даже вот, как говорится, перечислять не буду. Вся Россия, ну и плюс вот Европа. То есть 37 тысяч людей, по-моему, и вы даже брали интервью у какого-то шведа. Ну, если память не изменяет. Было такое. Да, поэтому мы все равно ждем очень много людей, мы готовимся. То есть у нас по безопасности будем расставлять там некие флажки, некие конусы. И будем просить вот соблюдать все эти требования. Конечно, растаскивать руками никого не будем физически. То есть это один к одному надо вести каких-то группу сопровождения. Ну, мы закупаем маски, мы закупаем санитайзеры. То есть на входе у кого нет масок, мы будем их просить надеть. Если их нет, то будем выдавать, конечно же. Также рекомендуем для нас это, ну, так скажем, больно говорить, потому что праздник традиционный. Мы вообще за передачу вот этих традиций от старшего поколения, младшему. Ну, тут рекомендовано лицам старше 65 лет. То есть в данном случае есть ограничения по возрасту. Да, да, рекомендуют воздержаться от посещения фестиваля. Опять же, я говорю, что паспорт проверять ни у кого не будем. Но большая просьба Роспотребнадзора. Поэтому и мы ее озвучиваем, и придерживаемся, потому что мы все-таки сторонники того, чтобы праздник состоялся и максимально хорошо. А вот то, что гостей заметно меньше, это все же с пандемией связано? Вы как для себя это оправдываете? Конечно. То есть первый пункт, опять же, ссылаясь на рекомендации, это ограничить количество гостей. То есть отсюда мы решили ограничить и культурную программу, отсюда мы ограничиваем и рекламные наши возможности. То есть у нас там работают соцсети, сайт. Ну, то есть пересмотрели бюджеты немного, потому что и партнерам тяжеловато, которые, так скажем, финансово участвуют в этом. Тогда встречный вопрос. Мне очень интересно, каким образом вы будете развлекать гостей, если культурную программу пришлось каким-то образом сократить? Ведь это целый день, праздник 13 марта, с утра до вечера. Ну, в 12 часов мы ждем всех. Мы ее подсократили, но основные моменты, конечно же, оставили. Это традиционный, вот с чего мы начали, это конно-спортивный праздник. Что бы ни случилось, вот кони в любом случае побегут. Это торжественное открытие на ипподроме состоится. То есть час часов театрализованное открытие. То есть мы в этом году не будем проводить парад по территории. То есть торжественное открытие состоится сразу на ипподроме. Это же, конечно, масляничный столб. Уже закуплено 10 призов, это и триммеры, и морозильная камера, и телефоны. То есть на призах экономить не стали? Нет, ну нет. Масленицы быть, правильно сказали. Поэтому традиция – это кони, столб, блины, которые мы также будем раздавать на входе. То есть первые, кто приходят на праздник, мы встречаем. То есть масленицы все так же хлебосольные и широка для своих гостей. То есть блинами, чаем угощаем. По программе у нас будет традиционный конкурс масленичного чучела. После чего в 17, ну после 5 часов вечера мы традиционно проведем обряд сжигания. И попрощаемся с зимой. И в этом году мы сделали еще акцент на, так скажем, народной сцене. Такой народной сцене. Все желающие смогут выйти и представить свое творчество? Да, да. То есть вот в таком формате… Отлично. Вы как-то список участников составляете или прямо это можно сделать непосредственно уже на месте? Да, мы… Ну чтобы вдруг кто-то сейчас смотрит и понимает, что есть необходимость выйти и что-то под гармонь спеть. Да. Откуда вообще идея взялась? То есть там еще года 2-3 назад мы заметили, что есть люди, которые… ну просто, то есть у нас есть артисты, да, которых мы там централизованно заводим. Есть артисты из народа. А есть артисты… Они не менее интересны, вероятно. Правильно говорить. То есть они приходят с гармошкой. А мы, знаете, бежим-бежим. Это кто такие? Это вы их пригласили? Нет? А это вы их пригласили? Нет? Подходим, начинаем знакомиться. А это просто жители там села Белокурихи, там какого-то другого села. Ой, села из Белокурихи, да. И мы как бы с ними начинаем разговаривать, что им просто интересно вот это мероприятие, они хотят как бы здесь себя показать. То есть они встали на входе и поют частушки. Вот мы в прошлом году сделали, ну в рамках масляничного столба, там выделили час времени и поняли, что ажиотаж. То есть нам не хватило этого времени, чтобы вот все вышли и спели. В этом году мы, значит, запустили, то есть у нас есть администратора, который сейчас уже предварительно собирает заявки, кто хочет поучаствовать в народной сцене. Уже какой-то список составляем. И также на мероприятие будет этот список дополняться. То есть система какая? Человек, который зарегистрировался, человек или коллектив, у него есть возможность спеть две песни. Но опять же, вот в рамках традиционных, русских, фольклорных, то есть, ну это все-таки масляничное гуляние. Так, стоп, только песни? Танцы можно. То есть проявление творчества все же не ограничивается? Главное, что это было более-менее традиционное, а наш народное. Да, да, да. То есть мы все равно, то есть, будут, так скажем, предварительные прослушки, ну в формате диалога, да, то есть что планируете, как планируете. То есть все, кто в списке есть, по две композиции, там, песни, танцы, частушки. Так, все, да, в этом вопросе понятно. Да, мы выделяем. Если список кончился, а время еще есть, мы для всех желающих можем повторить этот круг. И так, как бы, мы можем до самого сжигания чучела, как говорится, эту сцену запустить. Поэтому сейчас посмотрим, какой отклик будет, и на следующий год будем продолжать. Мне кажется, что еще одним таким ключевым мероприятием на подобных гуляниях, это были какие-то народные игры, конкурсы, фестивали, валенки, там, всевозможные на ловкость, умелость такой. Будет что-то нынче? Вот мы видим взятие Снежного городка, да? Да, взятие Снежного городка, это, конечно, очень яркая постановка была в прошлом году, очень такая тяжелая в организации. Понятно, что подобного не будет, но тем не менее, какие-то вот народные, кроме что вот праздник на сцене и угощения, будут какие-то конкурсы? Да, будут традиционные конкурсы, их будет порядка там 15, мы их уже согласовали с идейными вдохновителями, то есть это валенки, это и бег в мешках. Ну, в общем, то, что мы привыкли и хотим увидеть на Сибирской масленице. Также у нас будет работать масленичная лавка, то есть поучаствовав в каком-либо конкурсе, мы зарабатываем блинные рубли. И потом эти блинные рубли мы меняем в масленичной лавке. Фонд немножечко подсократился, ну, то есть в прошлом году мы готовили 7 тысяч единиц подарков, да? В этом году мы вот уже подготовили больше трех, и на данный момент фонд еще будет пополняться немножко. То есть это и банные шапки, и леденцы, и напитки от партнеров, и, конечно же, наша традиционная масленичная сгущенка. То есть это вот спецзаказ, мы заказываем ежегодно порядка там полутора тысяч банок, которые вот мы выделяем на призовой фонд. Алексей, ну, до завершения эфира у нас прям буквально пару минут. Вот по моим личным ощущениям, особо праздник от предыдущего не отличается. То есть да, где-то подурезали, где-то подсократили, но тем не менее настроение сохранено. Вот как сам думаешь, заметят ли люди, заметят ли гости, что что-то идет не так, и, может быть, в следующий раз скажут, ну, сдали организаторы? Да, так скажем, злые языки из года в год говорят это. То есть не привыкать уже. Да, нам не привыкать. Но немножечко будет, конечно, урезана площадка, то есть мы смещаемся ближе вот к сцене, к озеру. Кто был на сибирском подворье, понимает, о чем я, да. Ну, в целом праздник будет. То есть мы выставляем все арт-объекты, которые у нас уже накопились к этому за эти все 14 лет, мы наработали большую базу. У нас выходят все артисты и аниматоры в костюмах. То есть мы вот из года в год шьем и пополняем эту коллекцию масленичных костюмов. То есть настроение будет, будем его поддерживать и создавать на площадке это вот однозначно. Ну и будем надеяться, что юбилейную масленицу ровно через год мы проведем так, что все ахнут и гостей у нас будет в три раза больше. Конечно, про юбилейную масленицу скажу чуть позже, тогда получается. Ну, соответственно, следующая встреча у нас с вами не за горами. Спасибо, что сегодня нашел время, пришел к нам в студию. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях Алексей Копейкин, директор фестиваля «Сибирская масленица».